Пытки ЦРУ не были эффективны. К такому выводу пришли члены Сенатского комитета по разведке, подготовившие доклад о методах допросов подозреваемых в терроризме. Авторы документа отмечают, что глава государства зачастую не был информирован о том, каким образом ЦРУ добывают информацию от заключенных. При этом жесткое проведение допросов на протяжении многих лет после терактов 11 сентября оказалось бесполезным. Роман Мамонов продолжит тему дня. Публикация Сенатским комитетом по делам разведки, отчета о злоупотреблении ЦРУ и о применении пыток подозреваемых в терроризме во вторник, конечно, затмила все события в Вашингтоне. Документ выложен в открытый доступ. В интернет с ним может ознакомиться любой желающий. 500-страничный отчет проливает свет на самую нелицеприятную сторону деятельности Центрального разведывательного управления. На действия, которые ведомство пыталось скрыть не только от общества, но и от властей. Впрочем, даже в этом документе много белых, а вернее черных пятен. Перед публикацией он прошел цензуру на предмет наличия секретных сведений. В целом же на 500 страницах указаны выводы из основного доклада о применении пыток предполагаемым террористам и боевикам, захваченным в Ираке и Афганистане. В нем 6700 страниц и он засекречен. Но даже то, что удалось опубликовать, бросает тень на репутацию США, американских спецслужб и грозит акциями протеста по всему миру. В результивной части указаны 20 основных выводов доклада. Вот основные пункты. Сами по себе жесткие методы допроса подозреваемых не были сколь-нибудь эффективными и ни разу не позволили получить хоть какую-нибудь по-настоящему ценную информацию. Методы допросов не соответствовали американским законам, международным конвенциям и внутренним требованиям ЦРУ. Некоторые агенты и вовсе занимались самодеятельностью, не согласовывая свои методы допроса со штаб-квартирой. В-третьих, применявшиеся методы допроса были намного более жесткими и намного хуже, чем описывалось в докладах или показаниях представителей ЦРУ. В-четвертых, ЦРУ регулярно предоставляло Белому дому, Министерству юстиции и Конгрессу неполную или откровенно недостоверную информацию о программе пыток и секретных тюрьмах. Также руководство ЦРУ намеренно мешало полноценному контролю со стороны Конгресса, Белого дома и Генпрокуратуры. И, наконец, действия ЦРУ нанесли непоправимый ущерб репутации США их отношениям с другими странами, поставив под угрозу жизни американских граждан и военных в разных частях мира. Глава Комитета по делам разведки сегодня признала, что ей пришлось выдержать серьезное давление со стороны тех, кто хотел скрыть правду о злоупотреблениях ЦРУ. Даже если оставить вопрос морали, наше расследование это детальное изучение записей и докладов. Оно показало, что вопреки заверениям ЦРУ, так называемые усиленные меры допросов не приносили особых результатов, которых нельзя было бы получить иными методами. Стоит напомнить, что сами жесткие методы работы с подозреваемыми в терроризме были введены сразу после терактов 11 сентября, когда американцы начали операцию в Ираке и искали членов Айкаиды, стоявших за терактами по всему миру. Именно тогда появились первые секретные тюрьмы в разных странах, в том числе в Польше и Румынии, базу Гуантанамо. По данным Конгресса, персонал тюрем был непригоден для такой работы. Среди методов допроса называются имитацию утопления, ледяные ванны, лишение сна на несколько суток, изоляция в камерах без света или наоборот с круглосуточным освещением и громкой музыкой. Пленников могли приковывать к холодному полу или стенам в тесных камерах, звучали постоянные угрозы физического и сексуального насилия. При этом публично руководство ЦРУ утверждало, что приемы агентов не унижают достоинства узников и проводятся под присмотром врачей, что тоже оказалось ложью. И еще один ужасающий факт. Достоверно даже неизвестно точное число пленников, прошедших через жернова ЦРУ. Есть данные примерно о 120 узниках, из которых 26 вообще попали за решетку по ошибке и не представляли угрозы для США. Правда, это горькая пилюля, которую иногда сложно принять. Иногда она может быть использована против нас, нашими врагами. Мы считали, что особые методы допроса могут повысить нашу безопасность. Разведка должна защищать нас от врагов. Но нам нужна адекватная разведка, а пытки лишь увеличивают количество ложной информации. Работа над сенатским расследованием заняла около шести лет. Его закончили к концу 2012 года. Для этого экспертам пришлось изучить шесть миллионов документов. После чего секретная версия отчета была отправлена в Белый дом, ЦРУ и Минюст. Еще два года ушли на согласование публичной версии документа. Теперь вопрос, какими будут последствия. Многие правозащитные организации снова требуют привлечь к ответственности сотрудников ЦРУ, причастных к этим злоупотреблениям. Пытки это всегда незаконно, аморально, неправильно и неэффективно. США вышли за рамки дозволенного после 11 сентября и применяли пытки. И как мы видим сегодня, это было бесполезно с точки зрения борьбы с терроризмом. Впрочем, пока нынешние власти США не спешат выдвигать обвинения против предыдущего президента Буша-младшего и его команды. Это компетенция Министерства юстиции решать, есть ли основания для возбуждения дела против кого-то. Но мне кажется, что это не самое важное. Главное, что мы оказались достаточно сильны, чтобы признать, мы совершили ошибки. Мы это раскрыли и признали. Это укрепит наши позиции в мире, не ослабит. У Конгресса нет полномочий возбуждать уголовные дела, но сама публикация отчета подстегнула снова силы призыва начать уголовные преследования против руководства ЦРУ. И кто знает, на что пойдет Барак Обама, чтобы исправить свой личный и национальный имидж. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко, Вашингтонское бюро РТВАИ.